Привет, это Девайс и сегодня у нас ТОП 7 мышей для работы, поехали! Первое место получает икона вертикальных мышей Deluxe M16 Plus RGB. Она завоевала место на сетапах покупателей за счет своей низкой цены, большого функционала и высокого качества. В отличие от своих более дорогих конкурентов от Logitech, здесь стоит сравнительно неплохой сенсор, который не срывается при любом более-менее резком движении, и частота опроса USB-порта не 125, а 1000 Гц. Помимо всем привычных правой-левой кнопок и скролла у этой мыши присутствует дополнительная пара кнопок сбоку. Также тут имеется RGB-подсветка, о чем и говорит название. Наличие этой фишки может натолкнуть на мысль, что эта мышка игровая, но, увы, не все золото, что блестит. Играть ей, конечно, тебе никто не запретит, но в шутерах сенсор срывать у нее будет. Да и контролировать стрельбу с непривычки будет непросто. Покупают эту мышь прежде всего за то, что она вертикальная, это значит, что во время пользования ей твоя рука не будет скручиваться, в отличие от пользования обычной мышью, и у тебя не будет развиваться синдром запястного канала. Купить эту мышь можно за 2100 рублей. Напоминаю, что ссылки на эту и другие мыши из ролика по самым низким ценам в проверенных магазинах ищи в описании под этим видео. Также по ним ты можешь уточнить технические характеристики и изучить отзывы покупателей. Это более навороченная версия первого места в топе – M618XSD. Также известная, как Deluxe Seeker, имеет множество улучшений в сравнении с младшей версией. Во-первых, она беспроводная. В случае с такого рода мышами фишка довольно бесполезная, но все равно приятная. Во-вторых, у нее есть маленький трекбол, который по сути второе колесо, по умолчанию выполняет функцию прокрутки в бок. Производитель здесь решил немного обмануть покупателей и указал в спецификациях, что это полноценный трекбол. Еще раз предупреждаю, он не является полноценным трекболом. Он выглядит как трекбол, но по факту является скроллом. В-третьих, у этой мыши есть маленький экран, показывающий текущий уровень заряда, DPI и способ подключения к компьютеру. В общем, небольшую доплату дополнительного функционала здесь хватает, найти ее в магазинах можно от 3200 рублей. Не забывай про мой телеграм-канал с обзорами и сравнениями железок в описании, там ты можешь найти очень интересные промокоды, чтобы покупать компьютерное железо с еще большей выгодой. Геймеров сложно удивить технологичностью и крутыми техническими характеристиками, так как они уже привыкли получать все самое лучшее и продвинутое, поэтому производители пытаются удивить их различными красивыми на бумаге, но бесполезными для них функциями. Зато эти функции очень пригодились бы для работы. И Logitech G502 как раз пример такого маркетинга. У нее топовая начинка за небольшие деньги и дополнительный функционал в виде 4D-колеса. Оно дает возможность прокручивать буквально во все четыре стороны и включение-выключение свободной прокрутки. Для игр функция абсолютно бесполезная, зато прокручивать длинные документы или страницы в браузере – одно удовольствие. Также здесь присутствует кнопка снайпера, которая по зажатию снижает DPI до возможного минимума. Она как бы предназначена для попиксельной доводки во время прицеливания в шутерах, но я за время пользования подобной мышью, кроме как в фотошопе, нигде эту функцию не использовал. Для точного выделения объектов самое то, когда встроенный искусственный интеллект не справляется. Некоторые в комментариях подметят, что Razer Vasilisk V3 дает все то же самое, и вы будете правы. Но Vasilisk стоит значительно дороже, поэтому в рейтинге именно G502. Если тебе не жалко отдать лишние полторы тысячи за Razer, никто тебя не остановит, но я рекомендую именно G502. Найти ее сейчас можно за 3500 рублей, как по мне, шикарный вариант. Подписывайся на канал и ставь лайк, если интересуешься компьютерной тематикой. А любые мысли и вопросы ты можешь написать в комментариях. Следующий пункт Logitech M575. С прошлым продуктом этого производителя общего только одно слово на коробке. Это самая доступная мышь Trackball. Это значит, что вместо привычного управления кистью, вводя ее по коврику или столу, тут тебе придется крутить прорезиненный шарик. То есть, если прошлые варианты были универсальными, то этой мышью рекомендуется пользоваться исключительно по прямому назначению. Играть на такой даже не думай, выкинешь только что купленную мышь в окно от ярости. Что касается конкретно этой модели, как я уже сказал, это самый бюджетный вариант. Он имеет только необходимый функционал, основные кнопки, пара дополнительных и сам шарик. Мышь эта беспроводная, и в отличие от классических мышей, в этом есть смысл. Принцип работы подразумевает, что ты этой мышью не будешь двигать, так что коврик для нее не нужен. Можешь ее хоть на лоб себе прилепить и пользоваться, продается этот грызун за 3400 рублей. MX Ergo старший трекбол от Logitech. Это не просто копирка прошлой строчки с улучшенными характеристиками, а совершенно другая мышь, в том числе и по форме. Начну с самых интересных отличий. Его поддержка позволяет фиксировать мышь в положении лежа и в положении под наклоном. Наклон, конечно, не делает из нее вертикальную мышь, но все же делает ее гораздо удобнее. Колесико здесь 4D, то есть крутится вперед и назад, и боковым нажатием на него можно прокручивать вправо и влево. Под колесиком также расположилась одна дополнительная кнопка. Также еще одну дополнительную кнопку сделали над шариком. Она, по сути, копирует кнопку снайпера из игровых мышей, то есть по ее нажатию чувствительность прокрутки трекбола снижается. Корпус покрыт приятным софт-тач напылением. Найти жалобы на то, что оно со временем портится или облазит, мне не удалось. Так что, судя по всему, покрытие хорошего качества. Но все упирается в цену. За эту мышь в магазинах просят не меньше 9 тысяч рублей. Как по мне, это огромный перебор, и этих денег мышь не стоит. Подобного уровня игровые мыши стоят на порядок дешевле. Это уже не мышь, а настоящий трекболл. Кенсингтон известны у нас прежде всего за свои трекболлы. Представляют они собой небольшую настольную панель с шариком и несколькими кнопками. В данном случае у нас всего два и колесо прокрутки в виде кольца вокруг шарика. Это устройство симметричное, так что подойдет и правшам, и левшам. Об удобности пользования этим девайсом не буду браться судить, так как это уже субъективщина. Кому-то понравится, кому-то нет. Если тебе нужна эта штуковина, скорее всего ты и так знаешь, что это такое и для чего оно нужно. Из объективных минусов цена, такие устройства у нас не особо распространены и найти их довольно сложно в продаже, и это привело к тому, что у нас стоят в среднем в два раза дороже, чем за океаном. Рекомендованная цена от производителя составляет 40 долларов, в то время как у нас эта модель продается за 6 с лишним тысяч рублей. Помимо трекболов, для профессиональной работы в ассортименте у Logitech есть и вертикальные мыши. И лифт одна из них. Технические характеристики, несмотря на цену, не сильная сторона этой мыши. Зато она порадует своего покупателя функционалом и вариативностью. Мышь продается в трех разных цветах. Этим мало кого можно удивить, но у нее есть версия для левшей. У всех новых премиальных мышей от Logitech есть функция переключения между разными устройствами, что позволяет одной мышью управлять тремя компьютерами. И лифт не исключение. В остальном же это обычная беспроводная офисная мышь без особых наворотов. Естественно, своих денег она не стоит, и лучше купить себе что-нибудь из верхушки рейтинга. Стоит Logitech лифт от 6000 рублей. Это все мыши для работы, о которых я хотел тебе рассказать. Если ты считаешь, что здесь должны были быть другие, обязательно дай мне знать в комментариях. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ты был на канале Девайс. Пока!